Начинаем. Повестка дня у нас очень насыщенная. Мы давайте с вами договоримся. У нас есть гости. Другие приехали с областей, с других. И, наверное, мы во-первых по регламенту договорились не более 20 минут раз после по регламенту. И момент второй. Это гостям мы дадим слово пораньше, чтобы они могли иностранно выступить. И надо еще и ехать и все равно не будет. Прежде чем начать наш разговор, мне бы хотелось, уважаемые коллеги, сегодня сделать очень приятную миссию. Среди нас замечательный человек присутствует Дмитрия Наталья Яковлева, которая всю жизнь перспектива своей профессией неразрывно связана с сельским хозяйством. Она у нас находится. У нас просим сюда подойти. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые Наталья, все, что вы делаете для нашей области, и особенно в области журнодоводства, вся ваша работа, она была направлена на движение вперед, на новую резину, на новые технологии. Она в вашей готовности заставила нас всех с вами купить миссия в Калининском районе, и вынуждены были делать программы. Программа новая. Да разве ей откажешься, что? Правильно ли, да? Поэтому мы вас поздравляем с замечательным нашим событием, с днем рождения, выглядело прекрасно, как барыш еще. Дай Бог вам доброго здоровья, новых научных совершений, поддерживать академию, иногда самоделки, но поддерживать. Тоже важно. Всех в акции благополучия. И разрешите получить вам благодарственное письмо от имени Министерства сельского хозяйства. Вы знаете о том, что мы его награждали нейтрально, и у нас там изображена короверка наша, очень хорошая, и она очень нравится передать батарея, мы это знаем. Поздравляем! Вот здесь вам наши награды. И вот ключок. Да. Аккуратно. Спасибо. Спасибо всем. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы здесь собрали руководителей районов управлений, руководителей предприятий, специалистов в области, «Красиневодцы», «Желтоводцы» для того, чтобы обсудить в рамках научно-практических конференций заглавленное именно «Стояние неспективных развитий кормоводцев в Нижегородской области» в 2014 году. Мы благодарим большое впечатление этой конференции и надеемся, что результатом ее будут четкие рекомендации, выработанные направления нашего дальнейшего развития, потому что то, что делается в области правительством, губернатором за последние несколько лет в точне зрения развития сельского хозяйства, это, вы знаете, главное направление – это развитие молочного производства, развитие животноводства. Мы ставим это в центр угла и будем развивать все возрасти сельского хозяйства, именно опираясь на базе это развитие молочного производства и весового производства. Считаем это для нашей территории, для нашего региона главным направлением, которое может способствовать развитию всех других отраслей сельского хозяйства. Мы прекрасно понимаем, что то, что сделано за последние годы, знаете, сколько проведено реконструкции наших животноводческих комплексов. За последние годы сколько построено новых комплексов. Сегодня мы будем с вами решать еще более и ответственную, большую задачу – это построить лицем новых, современных, европейского уровня животноводческих комплексов, молочных комплексов. И, конечно, это потребует большого внимания ко всем составляющим развития этого комплекса, но без формопроизводства, конечно же, невозможно решать эту задачу. Мы можем настроить любые вакцины для наших комплексов, любые технологии, закупить самый продуктивный экспорт. Если мы не научимся решать и применять самые современные методы развития громовой базы, то все эти усилия будут потрачены абсолютно напрасно. поэтому, уважаемые коллеги, мы сюда пригласили достаточно много представителей науки из разных регионов нашей Российской Федерации. У нас сегодня в гостях ученые Северо-Западного научно-исследовательского института молочного продукта пастбищного хозяйства города Волгода, представители Московской сельскохозяйственной академии Ильиния, Ильиния, Всероссийского научного исследования института зерна и продуктов переработки города Москва, института сорга и соя Ростов-на-Дону, Копания Валибан город Москва, фирминалансы лаборатории кормов города Калинин Московской области, ну и, безусловно, ученые наши Нижегородская сельскохозяйственная академия и Нижегородская научная исследования института сельскохозяйственной Поэтому мы заплатили достаточно подробную конференцию. У меня просьба, как всем докладчикам, выступающим, максимально конкретизировать.